Юлиан Панкратс, Викен де Леттенхоф, более известный как Лютик, один из центральных персонажей литературной саги, а также последующей игровой серии, лучший друг и неизменный спутник Геральта, известнейший на весь север Трубадур и поэт. Образ Лютика отличается на фоне большинства Бартов, Трубадуров и Министрей, современного фэнтези относительно реальности. Лютик автор многочисленных баллад и стихов. Во многих своих произведениях он повествует о приключениях Геральта, благодаря чему Ведьмак довольно знаменит, фактически являясь самым известным Ведьмаком в севере. Более-менее полным читателям становятся известны лишь отрывки из мемуаров «Полвека поэзии», которые Лютик начал писать после десертирства Геральта из Ревийской армии. Очевидно, эти мемуары – один из немногих переживших ледниковый период памятников литературы северян. Внешность Лютика мало описывается, хотя не раз упоминается, что он франт и красавчик, причем настолько, что его легко спутать с эльфом. Это только служит на пользу его славе и успеху у женщин. Лютик худощав, предпочитает одеваться в вонные блестящие кафтаны или курточки ярких цветов, как правило, лиловую или сливовую, с рукавами пуфом, кружевными манжетами и воротником зубчиками. Носит сливового цвета шапочку с белым пером цапли и всегда людней – неизменный атрибут его профессии. Отсутствие описания внешности Лютика может быть связано с тем, что действия книг разворачиваются на протяжении почти 20 лет, и Ведьмак за это время почти не меняется, в то время как обычный человек бы постарел. В игровой серии внешность Лютика соответствует содержащимся в книгах деталям. Он одевается в монные курточки, становящиеся более яркими, броскими и украшенными с каждой игрой, носит шапочку с пером. Иногда кольца и перст, и Людню заспел. У него голубые глаза, сужающиеся к подбородку лицо, темные русые волосы длиной до середины шеи, эспаньолка и усы. Вот как описывает Дикстра Лютика. Мне известно, что тебе около 40. Выглядишь ты на 30, думаешь, будто тебе немногим больше 20, а поступаешь так, якобы тебе всего лишь 10. Лютик представляет собой полную противоположность Геральта. Он почти не способен постоять за себя. Нагом. Но при этом труслив. Болтлив и патологически не способен держать язык за зубами. Предприимчив. Хвастлив. Склонен к авантюрам. Горделив и тщеславен. Он абсолютно лишен стыда и комплексов. Любит быть в центре внимания и не упускает возможностей нажиться на своей славе. Тем не менее, он не уступает своему другу житейской мудрости, красноречии, остроумии. Чувство юмора и зачастую оказывается куда проницательнее и даже терпеливее ведьмака. С Геральтом его также объединяет любая обилие и страсть к противоположному полу. Хотя, в отличии от Белого Волка, он легкомысленный, ветреный и куда менее деликатен. Лютик постоянно имеет множество несерьезных интрижек одновременно. Легко и беззастенчиво изменяет даже тем, кого по собственным словам влюбит. И не стесняется быть на сдержание у богатых дам. В связи с этим Барт нажил себе множество врагов в лице мужей, отцов и братьев. Несмотря на увеличивающийся по ходу саги возраст, Лютик все время предстает в образе вечного ребенка. Озабоченного лишь сиюминутными радостями и заботами. Он почти всегда весел и в хорошем настроении. Никогда не унывает, добр и открыт к окружающим. А говорит первое, что придет ему на ум. Хотя Барт и известен как фанфарон и несерьезный человек. Лютик умен, хорошо образован, эрудирован, любой знатель и слышит, и замечает гораздо больше, чем кажется. Он умело лавирует между сильными мира сего, предоставляя им сведения, ложь и полуправную за защиту и различные блага. В то же время, Паид искренне предан своим друзьям и никогда не переступит через них ради своих интересов. И никогда не подставит их. Если только не случайно или поприсущая ему глупость. В фактических ситуациях он даже может переступить свою трусость и попытаться довольно нелепым и бессмысленным образом пожертвовать собой. Лютика связывает крепкая дружба с Геральтом, вместе с которым они на протяжении многих лет путешествовали вместе. Влекомые общей склонностью к бродяжничеству и издержками профессии. Для стороннего наблюдателя такая связь между ними кажется странной и неестественной, поскольку на виду находятся лишь постоянно спасаемые Ведьмаком из разных предрек Лютик. В то время как сам Геральт лишь будто бы терпит присутствие на доедлевого Барта в своей жизни. Тем не менее, лишенный каких-либо предрассудков по поводу представителей других рас и мутантов, и при этом не глупый Лютик, становится чуть ли не первым, кроме других Ведьмаков, кто узнает глубокий, впечатлительный и чуткий характер Геральта. Понимает его душевные терзания, поддерживает его, может и не слишком мягко и аккуратно, в трудных ситуациях и всегда говорит ему правду, которую сам Белый Волк иногда склонен игнорировать. В то же время Лютик с горечью признает, что часто безвозмездно пользуется отзывчивостью и благородством Геральта, и не осознает и не ценит собственного вклада в их дружбу. Лютик – настоящий человек искусства, талантливый и признанный Барта-певец, обладающий хорошо поставленным звучным тонером, который при сильном испуге может достигать невероятных высот. Он также является автором множества известных песен, в том числе сборников поэзии, таких как «Невзгоды любви» и «Час луны», а также мемуаров «Полвека поэзии». В игре «Ведьма» к Лютику приписывается авторство еще одной книги – «Баллады». Ради своего творчества он предпочитает путешествовать по Северным Королевствам, собирать сюжеты, сочинять свои авторские песни и исполнять их под аккомпанемент людьми, взимая со слушателя небольшую добровольную плату за свой труд, либо же квартируясь при дворе местного сюзерна, либо же просто зажиточного и готового содержать его хозяина. На этом мы закончим знакомство с данным персонажем. Если он вас заинтересовал или показался любопытным, то я могу выпустить видео, где расскажу про литературную сагу с участием Лютика. Напишите под видео, хотите ли вы узнать про Лютика больше, либо про другого персонажа. Я подготовлю для вас данную информацию. Ну а я подошел к концу. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Если вам понравился формат данного видеоролика, покажите его друзьям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok